Подведены итоги основной волны ЕГЭ. Завершилась основная волна единого госэкзамена. Осталось всего несколько резервных дней. Но на результаты они сильно не повлияют. Каким получился ЕГЭ-2019? Татьяна Голикова. Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние 6 лет, доказали свою эффективность. Фото. Артем Геодокян, ТАСС. Вице-премьер Татьяна Голикова высоко оценила работу органов власти по организации единого госэкзамена и заявила, что серьезных сбоев удалось не допустить. По нашей оценке, ЕГЭ прошел на достаточно высоком организационном уровне. Мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев, сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной итогам основной кампании ЕГЭ-2019. Впрочем, некоторые проблемы в ходе ЕГЭ все же были. Но, как отмечено, такой сложный процесс не может проходить совсем без них. Вице-премьер также напомнила, что в этом году завершился переходный период для Крыма и Севастополя. 14 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по общим правилам. Итак, портрет единого, 750 тысяч участников, 85 регионов России, 54 зарубежных страны, 6729 стабальников. Это больше, чем в прошлом году. Двое получили максимум по всем четырем выбранным предметам. Самые популярные экзамены по-прежнему правят балл общества знания, за ним физика, биология, история, химия и информатика. Средние баллы – лучшие результаты по профильной математике, истории и английскому языку. Очень позитивные сдвиги по географии, информатике, физике. Все изменения, которые произошли в ЕГЭ за последние шесть лет, доказали свою эффективность, отметила Татьяна Голикова. Отмечу, что особенность современных контрольно-измерительных материалов – ежегодное усиление научной и практикоориентированной частей заданий. Минус. Эксперт. Вслед за образовательными стандартами изменятся учебники. В свою очередь, глава Рособорнадзора Сергей Кравцов сообщил, что 445 человек в России в этом году набрали 100 баллов сразу по двум предметам, 200 бальники, 30 человек достигли такого результата по трем предметам, 300 бальники, и двое смогли набрать максимальный балл по четырем предметам. Один из четырех садбальников, Данил Дребин из Тульской области, принял участие во вчерашней пресс-конференции вместе с директором школы и своим классным руководителем. «Чтобы сдать экзамены, нужно просто хорошо учиться в школе, знать базу по предметам и важно уделять внимание изучению наук», – сказал выпускник Тульского лицея. Н.2. Я учился в физико-математическом классе и профильные экзамены не вызвали особых трудностей. Вот с русским языком было сложнее и пришлось заниматься с репетитором. Многое в подготовке к ЕГЭ решает самостоятельная работа, смысла в натаскивании на экзамен я не вижу. Поступать собираюсь или в МФТИ или на Мехмат МГУ. В целом, по данным Рособорнадзора, доля высокобальных работ – 81 100 баллов, от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году составила 23,5% по русскому языку, 7,1% по профильной математике. Самая большая доля высокобальников на ЕГЭ по иностранным языкам – от 29,2% по китайскому языку, проводится в 2019 году. Впервые – до 42,7% по английскому языку. Татьяна Голикова отметила, что считает разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровень удачным решением. Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике, как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году, сказала она. Кстати, эксперты отмечают, что единый государственный экзамен по иностранным языкам выбирают примерно 10% выпускников. Поэтому возникают серьезные опасения, будут ли успешны все выпускники, когда этот экзамен станет обязательным в 2022 году. Как ранее сообщалось, обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. А в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. Есть еще цифры. Так, в этом году с основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, в том числе 355 использовали мобильники, у 323 нашли шпаргалки. В прошлом году тех, кому удалось пронести мобильные телефоны, было куда больше 518. Доля не сдавших ЕГЭ остается в пределах 6% от общего числа сдающих. Но еще будут резервные дни, и все надеются, что ситуация поправится. Руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, в ЕГЭ на будущий 2020 год не предполагается серьезных изменений. Для нас важна стабильность, отметил он. Важно, чтобы все понимали правила, и чтобы эти правила не менялись. Поэтому до сентября мы опубликуем все демоверсии для выпускников 2020 года. Между тем, в ВУЗах не будут вводить единую систему оценки качества образования. Традиционно по завершении экзаменационной кампании Рособорнадзор начинает сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о совершенствовании ЕГЭ. Пожелания и предложения можно направлять на электронную почту. До 1 августа. Общество образования правительства вице-премьеры ЕГЭ в России.